И снова всем welcome! Это снова я, Дэнджи Пи. Сегодня у нас речь пойдет про сравнение России и Японии, часть вторая. Про выпивку. Выпивка в Японии достаточно качественная, и нет никаких проблем с тем, чтобы выпить достаточно большое количество алкоголя, и голова не будет особо болеть на утро, ну, если вы, конечно, не мешали там слишком много разного алкоголя. Поэтому пить можно спокойно, и не бояться, что это будет паленка. В магазинах не продают паленое алкоголь или какие-либо коктейли, которые после одной банки уже быть никаким. То есть нет такого. Все чистое, достаточно хорошего качества и с нормальными вкусами. Если вы приезжаете первый раз в Японию, то, конечно, для вас будет интересно попробовать разные там исакэ, умещу, пиво японское, тинамо, разные алкоголи. Пиво в основном все, оно очень чистое, фильтрованное, и нефильтрованное здесь практически не продается, только если вы покупаете где-то в магазинах, ну, в иностранных, зарубежных, такие, как Ямая и тому подобное. Там продается и немецкое пиво, и американское, и мексиканское, разное. И вы можете купить там спокойно себе. Но оно стоит дороже, чем японское, поэтому... В Японии, конечно, алкоголь вкусный, но он дорогой. А в частности, очень дорогое пиво. И виски очень дешевые, а вот пиво очень дорогое. Поэтому, если вы любитель пива, то, скорее всего, вам придется раскошелиться на неплохую сумму, чтобы, ну, как бы, каждую неделю, примерно, там, вечером пивать. Как вариант, можно сходить на намекай с друзьями. И стоит это по японским меркам очень дешево. Поэтому... Ну, тысячи йен за два часа, это безлимитная выпивка. И можно пить все, что угодно, там, в каких-либо количествах. Очень хорошая штука. И тут же, вот, плавно перетекает в тему о том, что в Японии нет такого понятия, как, вот, если ты пьешь, значит, там все, как бы, там, плохо. Что, вот, типа, там, кто-то напился на улице, значит, он алкаш или кто-то еще. То есть, как-то презрительно, вот, в России презрительно к таким людям относятся. В Японии же это все нормально. То есть, если у кого-то что-то плохо, ну, просто просят, там, либо полицию, либо еще кого-то помочь им, и все. И нет такого, что, там, вот, на них, там, плюют, там, да, грубо говоря. Их, там, обзывают, обсирают как-то там. И также вполне нормально относятся к людям, которые выпивают с работниками. Ну, вот, после работы пошли, к примеру, там, на Микай от компании. И где-то в баре посидели вечером. Обычно компания за это платит. Ну, иногда и работники сами скидываются. В этом плане, конечно, здесь очень хорошо. И когда люди вот так собираются, никто не будет насильно заставлять пить. То есть, можно, как бы, отказаться, либо пить, там, сок или чай. Это вполне нормально. Кстати, в Японии также есть и алкоголь со вкусом чая. Ну, то есть, черный чай, да, в него добавляют алкоголь. Странный немного вкус такой, но люди пьют. Пиво стоит, если на российские рубли переводить, чтобы не собрать, так, где-то 220 рублей за баночку пива. Где-то так. Ну, это пиво. Я имею в виду также, что в Японии есть пиво и есть не пиво. Различается по цене. Как бы, пиво, оно стоит 250 и выше йен примерно. А который пивной напиток, он стоит примерно ниже 200 йен. Ну, или около 200. В этом плане нужно смотреть обязательно. То есть, если вы покупаете какой-нибудь Асахи, там, Клер за 170 йен, это не значит, что это пиво. Это просто пивной напиток со вкусом пива. Обычно это как бы, ну, наподобие вот намо, да, намо. Намо бир, вот это такой же пивной напиток. Это не чисто вот пиво. Оно немного разбавленное получается. В России такого как бы нет. Ну, есть разное пиво, но в основном оно очень такое насыщенное. То есть, в Японии же очень много пива такого водянистого, то есть, которое пьешь, и оно, ну, немного отдает как бы вот вкусом пива, но при этом оно пьется как вода. Поэтому тут тоже надо, ну, смотреть. При этом, если вы пьете такой, ну, как бы пивной напиток, ну, голова так же не будет болеть у вас на утро. Это все нормально в этом плане. Так вот, значит, пиво стоит 250 йен примерно. Это 200-220 рублей. Или, если вы покупаете там какой-нибудь Эбису, оно стоит примерно 300 йен за банку. Это уже где-то 250 рублей. Ну, так, где-то около того. Поэтому, по сравнению с Россией, ну, это за пол-литра цена. По сравнению с Россией, конечно же, цены намного выше на пиво. Если вы покупаете какое-нибудь зарубежное пиво, например, немецкое или американское, в этих иностранных магазинах, то там уже за бутылку, за пол-литра примерно, ну, 350 йен, где-то так, 400 йен. Это на рубли где-то 270-320 рублей за пол-литра. Вот и считайте. Конечно, ну, есть разные скидки. Есть, там, например, вот Ямайя имеет такие, как бы, программы, когда покупаешь три бутылки, то по цене 1000 выходит йен. А если по одной покупать, то цена где-то 1200 йен. То есть 200 йен скидка. Это достаточно большая скидка на покупку. И также закуски. Закуски, ну, как я уже говорил в предыдущем видео, они, как бы, не особо по вкусу отличаются. Есть закуски, которые со вкусом нори, или там просто соленые чипсы. А есть закуски, которые, ну, типа, как кальмары. Тоже вкусная штука, но их особо не продают. Ну, их надо поискать. Например, в Дон Кихоте есть, если вам что-то нужно. Там очень много закусок к пиву. Поэтому можете туда зайти. В комбине смысла нет идти. Там очень мало продают и очень дорого. Вообще не вариант. Также отсутствуют в Японии такие вещи, как, например, сухарики, типа кирьешек, что-то такое. Колбаски такие, ну, как сырокопченые, типа охотничьи. Сыр охотничий, сыр косичка. Ну, любые закуски к пиву, которые вот у нас привыкли есть, тоже тут отсутствуют. Также рыба соленая, ну, вяленая, я имею в виду. Она тоже отсутствует в продаже. Ее тоже нужно искать. Но я имею в виду, в обычных магазинах не то, что вот она везде есть, а просто в обычных магазинах она отсутствует. Если вы хотите купить какое-то японское пиво, это можно просто купить в комбине или любой алкоголь. Если вы хотите купить подешевле, можно зайти в Гема Супа. Это, которые такие зелененькие магазины. Там продают дешевле. И там же можно закуску купить. Но если вы хотите какое-то иностранное пиво, то это вот в, типа, Ямае. World Liquor Shop он называется. Тоже нормальный магазин. В России таких магазинов очень мало. Ну, я имею в виду, которые продают иностранное пиво. И вообще в целом, как бы, индустрия алкоголя, в России очень много подделок. В Японии же, вот, я за все время, которое здесь живу, я ни разу не встречал какой-то низкокачественный алкоголь, который бы, ну, скажем так, кто-то бы отравился или, ну, как бы, плохо стало кому-то. Даже вино, которое продается в трехлитровых упаковках, тетропаках, достаточно хорошего качества. Это что касается алкоголя. Теперь, что касается посиделок с друзьями или же походов в кафе. Ну, как я уже говорил, если вы хотите куда-то сходить, не обязательно идти в какой-то дорогой ресторан, достаточно просто из-за Каи. Места называются из-за Каи или бар. Бары подороже, из-за Каи подешевле. Но в барах есть разная пиво, ну, выпивка и пиво, и там, и какие-то вино. А в из-за Каи обычно, типа, намихадая и там саке, пиво, еще что-то. В России же, например, если вы идете в бар, там обычно намихадая нету, ну, то есть безлимитной выпивки нету. И, ну, придется платить за кружку или за бутылку. И это выходит достаточно дорого. Ну, если в общей сложности складывать, сколько это все выходит. Поэтому в этом плане, конечно, вот есть различия. Тот же виски, например, он дешевле в Японии. Я не знаю почему, но японские виски очень дешевые. Там есть вообще, типа, блэка. Называется виски блэк. Это самый дешевый виски, который продается в Японии. И он стоит там что-то дешевле, чем пиво. Ну, грубо говоря, за литр вы заплатите. Ну, около 500 йен, наверное, где-то так литр стоит. Можно даже дешевле найти, если в больших баклажках брать. Теперь, что касается друзей и тех, ну, знакомых, кто с вами ходит куда-то там на мероприятия. Тут тоже есть различия. В Японии в основном у всех все расписано по дням, по часам. И они очень занятые. Если вы собираетесь куда-то там спонтанно пойти с друзьями, то обычно японцы сразу вам откажут. Потому что у них это не принято так вот идти куда-то спонтанно. Ну, могут, конечно, если согласиться, если вы вместе работаете. И когда-то там давно еще намечали куда-то сходить, но все не получалось. И после работы вы просто спрашиваете, если у них есть какое-то свободное время. Вы собираетесь, идете вместе в бар или куда-нибудь отдохнуть. В этом плане то же самое, что и в России, все одинаково. Но если вы хотите куда-то собраться, например, на какое-то мероприятие. Или в кафе, в бар, в ресторан съездить в обычный день или в будний день после работы. То об этом лучше, конечно, договариваться заранее. Ну, в России такого особо нету. Но то я имею в виду заранее. Это примерно за месяц или за два до события. Так, чтобы вот за неделю, за две договориться не получается здесь. В этом, конечно, тоже есть различия. Девушки в Японии также соглашаются съездить куда-нибудь отдохнуть. И тут нет такого различия, что если вот там девушка, значит, она там, к примеру, не пьет алкоголь. Или там не пьет пиво. Или там не ездит куда-то там в какие-то бары или еще куда-то. Нет, здесь такого нет. И также девушки и парни, они одинаково, в принципе, ездят и пьют одинаковые напитки. Намо, это один из, вот этот намобиру, один из популярных напитков в Японии. Его пьют все. Независимо от возраста, независимо от пола. Поэтому, если вы приезжаете и хотите куда-то пригласить там девушек в какой-то бар или... Ну, лучше, конечно, в бар в Изакай. Не очень хорошо, конечно, приглашать. Ну, я видел и в Изакай много очень девушек с парнями там сидели. Типа свидания, еще что-то. Возможно, это японская культура такая, напоить там, а потом куда-нибудь идти. Но тут уже зависит уже от самого человека. Теперь, что касается девушек. Конечно, в России и в Японии сравнивать девушек и отношения с ними очень сложно. Поэтому, ну, я расскажу так вкратце примерно о тех аспектах, которые я заметил, когда у меня были какие-то отношения с японскими девушками. И также сравню их с отношениями, которые в России были. Конечно, все зависит от города и от места и от провинции, где вы живете в Японии и также где живете вы в России. Потому что, на примере Японии, в Токио, находится очень много людей, которые, ну, такие немного высокомерные. Они уже знают себе цену, у них есть деньги. Они общаются с такими же, вот, как они. И получается, что уже не такие открытые, не такие, ну, как бы, дружелюбные, как в других регионах. Вот, если вы выезжаете куда-нибудь на юг, там, Фукуока, этот, Кьющу, или же там, Осака, вот, рядом с Осакой, там, Кобе. Там более простой народ, они более открытые и более дружелюбные, чем в Токио. Поэтому тоже нужно смотреть, искать где-то, ну, я думаю, в столице не так легко найти себе какую-нибудь девушку. Японку. Теперь, что касается России, ну, вот, в моем конкретно городе, там примерно такая же культура, как и в Москве было. Тоже очень много девушек, но они все достаточно такие закрытые и хотели общаться только с людьми, у которых есть деньги. То есть, вот, им, как бы, отношения особо не нужны были, а нужны были только деньги в основном. Ну, возможно, это только мне такие попадались, возможно, есть и другие, но нормальные девушки. Но в большинстве своем я такое вот видел. И так, чтобы с кем-то встретиться, пообщаться, просто, ну, куда-нибудь сходить, отдохнуть, или как друзья куда-нибудь выехать на природу, собраться в компании, то это очень сложно сделать было, потому что, ну, если там вы едете с парнями, например, и у вас там несколько девушек всего, то обычно такие компании никто не поедет. В Японии же, наоборот, если куда-то кто-то собирается, не важно, там, парни или еще кто-то, там, на природу, или на шашлыки, или где-то еще отдохнуть, и у них есть свободное время, они спокойно с вами поедут. В этом плане, конечно, более открытый народ, и не такие вот зажатые и закрытые японцы. Но что касается отношений, тут как бы уже совсем другая тема, потому что в Японии все отношения строятся на взаимовыгодных каких-то условиях. Например, парень там где-то работает, он зарабатывает хорошо, там, а девушка, например, она еще студентка, она заканчивает обучение, там подрабатывает где-то на подработке, и просто они живут вместе, ну, уже нормально считается для них. В этом плане, вот, это типичная ситуация, когда в Японии, вот, люди живут, ну, отдельно от родителей. Но так очень много людей живут и вместе с родителями, и у них, как бы, изначально, ну, планов по постройке семьи там особенной нету. Там до 30 лет они даже об этом не думают. Они сначала хотят найти работу, устроиться, после заработать себе какую-то карьеру, получить какое, какие-то там повышения, хорошую зарплату иметь, после этого уже там начать искать себе семью. И опять же, семью они ищут изначально как, ну, как партнера, грубо говоря. Им нужен человек, который, вот я имею в виду девушкам, нужен человек, который будет их полностью спонсировать. В Японии есть такая система семейная, как вот, например, муж, он отвечает только за заработок денег, а все остальное, например, заботу о детях, покупку всяких вещей для дома и контролирование семейного бюджета осуществляет жена. И в этом плане это вот типичная семейная ситуация. Ну, конечно, есть исключения, есть некоторые другие семьи, у которых все по-другому, но в основном такой вот уклад семейный. И некоторым это нравится, некоторым это не нравится. И опять же, в японской семье в основном жена является главой семьи. Несмотря на то, что, например, муж может быть старше и больше получать, чем она, и также иметь какие-то амбиции, но в основном своем в Японии жена является главой семьи. Поэтому даже если там вы где-то приезжаете в какие-то клинику или в больницу или в какой-то муниципалитет, в основном жены приезжают, не мужья. Потому что мужья всегда на работе, а жены за всем вот этим, за всеми делами следят, все это делают, и им, естественно, к ним относятся, естественно, как к главе семьи. Насчет покупок и регистрации жилья, а также регистрации машины, на кого она оформляется, тут я ничего не могу сказать. Это уже зависит от ситуации от семьи, от человека. Но вот в России, насколько я помню, в основном глава семейства это мужчина. И в Европе также. Америка, я думаю, тоже самое примерно. Матриархата в основном практически нигде нет. Вот в Японии, в Корее есть, ну и, наверное, в Китае немного. Вот в азиатских странах вот это и есть. А в европейских странах такого в основном нет. Также, кстати, на Филиппинах есть такое правило, что там если люди работают вместе и приносят деньги в семью, то они как бы отдают все деньги тоже жене. И жена распоряжается, платит за все, то есть за все эти вещи. Но при этом, как бы, у мужа есть свободный доступ к финансам, и он может спокойно взять и купить, что нужно. В Японии женец, чтобы мужу что-то сделать и что-то купить, он должен попросить разрешения у жены. И если она разрешит, то в этом случае только может купить себе что-то. А если же нет, то тогда, ну, как бы муж в пролете просто, и жена дальше просто спокойно собирает деньги с него, с каждой зарплаты. То есть даже, чтобы пойти куда-то с друзьями отдохнуть, муж должен спрашивать денег у нее. Но это, я считаю, не очень нормально, потому что, как бы, человек работает, зарабатывает деньги, и он после этого должен как-то зависеть от настроения жены, что она вот даст ему денег на отдых или не даст. Ну, то есть как-то не очень хорошо. Семейный бюджет контролирует женщина в Японии в основном. А мужчина им нужен в основном для заработков денег. И, кстати, после свадьбы говорят, что японские женщины, ну, вот, жены очень сильно меняются, то есть прям могут кардинально поменяться. Сейчас у меня не так много знакомых, у кого бы были такие ситуации, но они есть. И люди говорят, что да, бывает, что меняются, и как бы прям можно не узнать жену, что вот она вообще меняется совершенно. То есть она становится такой, как этим, ну, можно сказать, менеджером, или в некоторых случаях даже диктатором. Потому что смотря, какая у нее семья была, и как она в ней жила, и какие у них были устои. Поэтому тут тоже надо смотреть. Также хотел бы сказать, что, ну, не нужно думать, что в Японии вот все девушки такие легкодоступные, и что они могут там с вами пойти на первом свидании, даже куда-то там с вами в постели, да. Нет, такого нету. И есть девушки, которые, ну, более легкие на подъем, с которыми можно какое-то отношение иметь, и достаточно хорошие дружеские отношения, и в том числе и какие-то любовные отношения. Но в этом плане нужно быть осторожным, потому что не все девушки достаточно открытые. И очень много закрытых девушек, они могут, ну, не говорить то, что им нравится. Но при этом им охота познакомиться с каким-то иностранцем. Почему охота? Ну, то это другая культура, другое мировоззрение. Им интересно узнать. И в этом плане, конечно, у иностранцев больше шансов познакомиться с какой-либо японкой, потому что ей тоже интересно познакомиться с каким-нибудь иностранцем, и для дружеских отношений, для обмена опытом, для культурных каких-то дискуссий. Но не всегда для просто вот куда-то в постель дойти. Поэтому если вы приезжаете в Японию, и у вас есть какие-то там подруги японки, это не значит, что они с вами встречаются только для того, чтобы, ну, чтобы вот сходить куда-то с вами там в кафе, а потом сразу домой к вам бежать. Нет, они изначально встречаются, чтобы узнать, как живут иностранцы, узнать какой-то, как в другой культуре живут, какие есть обычаи или культурные ценности в другой стране. Им это все интересно. Поэтому изначально, изначально, они встречаются именно для этого. Я просто смотрел много видео по... в Ютубе по поводу Японии и японок, и отношения. И там говорят, что вот, да, там можно легко там снять, и там даже не надо ничего особо куда-то ходить там. Я считаю, это неправильно, и не нужно думать, что здесь, как сказать, как бордель, да. То есть люди все-таки это люди, и нужно относиться к ним по-человечески, а не как к каким-то, скажем так, эскорт-услугам или еще кому-то. Если вы собираетесь какие-либо отношения заводить, то тут то же самое, в принципе, как и в России. То же самое, также нужно ходить на свидания, приглашать ее, там какие-то там угощения, дарить подарки. Но, опять же, это не обязательно, вот что каждое там свидание вы какой-то подарок дарите. Но цветы также им приятно получить, или какой-то маленький там кейк, там пироженок. Ну, тоже здесь любят сладкое, и сладкое стоит очень дорого. Вот как раз мы переходим к следующей теме, это сладкое и деликатесы в Японии. В Японии очень сильно развита тема таких вещей, как деликатесы, и непомерно завышены цены на некоторые продукты, такие как маленькие тортики, пирожные, также большие торты и арбузы дыни. Все эти вещи используются для подарков, и японцы считают, что если этот предмет, или эта еда используется для подарков, значит, она должна стоить очень дорого. И поэтому завышает на них цену. Ну, к примеру, маленький такой вот кейк, где-то сантиметров где-то 10-12 в диаметре, может стоить около тысячи-полторы тысячи йен. Это примерно, ну, где-то тысяча-тысяча двести рублей. Это очень дорого, даже по меркам Японии. Если вы покупаете большой кейк, ну, например, там, где-то 20 сантиметров, там, я не знаю, ну, может быть, 30, то такой может стоить уже около пяти тысяч йен. Я вам скажу, что, да, конечно, они покупаются не так часто, там, в основном на день рождения или на Рождество, но все равно это очень дорого. Если делать самому, это будет гораздо дешевле. То же самое касается, если вы покупаете арбуз или дыню. Ну, эти вещи также используются для подарков. Их упаковывают в красивые коробочки. Маленькие такие дыньки, вот там где-то сантиметров по 20 диаметре, могут стоить около 4-5 тысяч йен. Ну, это где-то 3-3,5 тысячи рублей за маленькую дыньку. Ну, это, конечно, если учитывать то, что в России у нас, ну, там где-то дыня за килограмм, я, насколько помню, ну, 20, ну, может, там, 50 рублей в сезон, там, максимум, это самые дорогие, там, 50 рублей. Так, вообще, там, 20-30 рублей были за килограмм. Ну, я имею в виду, когда их много продают в сезон, то здесь это просто в десятки, в сотни раз больше. То есть, это очень большие суммы. В этом плане, конечно, да. Ну, а арбуз также стоит. Если вы в магазин придете, там, есть, конечно, скидки и какие-то там магазины, в которых эти вещи стоят дешевле. Например, вот Гемосупа, как я уже раньше говорил, там есть отделы для овощей, но не во всех магазинах. И если вы нашли такой магазин с отделом овощей, вы также можете там купить или дыню, или арбуз, но гораздо дешевле, чем в магазине где-нибудь в городе, в супермаркете. Ну, я имею в виду, Гемосупа – это тоже типа супермаркета, но он не такой дорогой по отношению к другим магазинам. Сейю там или какие-нибудь там Маруманы, или Ито Юкадо. Что касается деликатесов, деликатесами в Японии считаются вот арбузы, дыни, кейки, разные печеньки или же там какие-то небольшие такие упаковки с конфетами, также шоколадные конфеты, тоже дорогие. Если у вас есть рядом с домом магазин Костко, это такие американские оптовые магазины, то вам повезло, вы можете купить там недорого это все дело. Но если же его нету, тогда, да, придется платить, конечно, достаточно большие деньги. В Японии считаются деликатесом какие-то сушеные вещи, типа сушеный кальмар, сушеный осьминог, сушеный там, ну, например, сушеная рыба в такой, как бы, в темпуре, сладкая. Ну, много очень сладких вещей, там, сладких закусок и еще что-то. Ну, вот и все, что я сегодня хотел вам рассказать. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Если вам понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. Ну, и также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. Ну, а с вами был Дэн. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok